К Растулечке привет, с вами Анастасия. К нам пришло лето, ура! И скоро откроется сезон свежих ягод и овощей. А я хочу открыть серию видео, в которых я буду говорить о масках для лица, которые вы сможете сделать у себя дома, используя ягоды и овощи со своих грядок. И мой первый выбор пал на клубнику. Мы все любим клубнику. Маски с использованием этой ягоды помогут вам омолодить кожу, избавить ее от пигментных пятен, освежить, придать тонус, увлажнить и убрать воспаление. Клубника питает нашу кожу витаминами и полезными веществами. Микроэлементы, которыми богата клубника, препятствуют старению кожи и поддерживают ее тонус. К сожалению, вам придется отказаться от клубничной маски, если у вас близко расположены капилляры кожи, купероз, открытые раны или же индивидуальная непереносимость, так как в клубнике очень много аскорбиновой кислоты, которая является сильнейшим аллергеном. Если же у вас нет противопоказаний, то клубничные маски могут принести большую пользу для вашей кожи. Если вы нарежете клубнику тонкими дольками и положите ее на лицо минут на 15, то данная маска поможет вам справиться с веснушками, выровняет цвет лица и снимет воспаление. Но сегодня я бы хотела показать вам маску для лица с увядающей кожей. Вам потребуется клубника, мед и оливковое масло. Оливковое масло можно заменить жирными сливками. Вымойте клубнику и уберите хвостик. Разотрите клубнику до однородной кашицы. Вы можете это сделать с помощью терки или же блендера. Смотрите, как вам удобнее. Для приготовления маски клубнику смешивают с медом и оливковым маслом в равных пропорциях. Нам понадобится 1 чайная ложка клубники, 1 чайная ложка оливкового масла и 1 чайная ложка меда. И все это теперь хорошо перемешиваем. Клубника содержит очень много витамина С. В ягодах клубники его больше, чем в апельсине. Поэтому клубничными масками не рекомендуется пользоваться в период высокой активности солнца, поскольку эффекта отбеливания кожи не будет. Также противопоказаны солнечные ванны. При применении масок из ягод клубники и зимы бленники следует пользоваться солнцезащитным кремом для лица. Как вы видите, моя клубника не очень-то и хочет смешиваться с маслом. Поэтому те из вас, кто хочет облегчить себе этот процесс, могут заменить оливковое масло жирными сливками. Маску наносим на чистое лицо. Эта маска достаточно жидкой консистенции, поэтому я думаю, что вам будет удобнее наносить ее чистыми пальчиками. А я уже настолько привыкла наносить всем маске кистью, поэтому я буду использовать кисть. Если же вы будете наносить маску тоже кистью, то убедитесь, что она у вас чистая. Клубника помогает отбелить кожу, тем самым избавляет веснушек и пигментных пятен. Мед прекрасно тонизирует, очищает, омолаживает и способствует регенерации клеток кожи. Омолаживающие маски на основе меда заметно подтягивают кожу и преображают внешний вид. Оливковое масло помогает сделать кожу гладкой, плюс ко всему защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды. Маску надо держать 15 минут, а потом смыть ее теплой водой. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Пробуйте, оставляйте комментарии. Я очень люблю, когда вы мне пишете. Я надеюсь увидеть вас в следующем видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok